давайте рассмотрим еще одну функцию которая называется drum replacement это аналог drum триггера который встроенный вложек то есть если вы вдруг озадачены тем как триггировать живые барабаны на примеру эта функция очень полезная на самом деле состоит в том что просто сканируется аудио регион и под его события вас триггируется барабан с со своим звуком то есть вас генерируется за счет аудио событий миди ноты на которые вы можете уже назначить любой свой drum sample в данном случае меня вот здесь бочка дать ее послушаем и я хочу ее триггировать то есть я хочу к ней подмешать допустим еще какой-нибудь звук бочки чтобы ее сделать более плотный что для этого можно сделать я нажимаю control d это такое сочетание клавиш либо можно выбрать трек и здесь есть функция replace or double drum track вот она control d нажимаю и вот у меня появляется такое меню drum replacement даблинг и слева у меня открывается библиотека встроенная с разными звуками бочек здесь опять же можем выбрать какой мы хотим барабанный элемент триггировать kick snare том или какой-то другой у меня здесь kick поэтому я выбираю kick чтобы триггировалась нота c1 потому что это стандарт ну скажем так международный стандарт миди стандарт для бочек то есть бочки как правило назначаются на клавишу c1 и вот к мы здесь выбираем geek соответственно вот этот регион у нас генерирует как видите ноту c1 друзья отличные новости отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника logic pro help совместно с тиньков банк предоставляет вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями переходите по ссылке в описании где вы сможете найти полный список курсов участвующих программе рассрочки и выбрать то что вас интересует начни получать необходимые знания уже сегодня не откладывая на потом и далее мы можем собственно здесь relative threshold отстроить чувствительность что это означает это означает что если бочка сыгран довольно таки живо здесь опять же примерно не самый наглядный что здесь бочка довольно таки равна равномерная но если мы прям работаем живой живой бочкой там один удар может быть громче другой тише другой еще громче и вот чувствительность к этим перепадом громкости мы настраиваем вот этой ручкой relative threshold и таким образом velocity вот этих миди нот будет чуть-чуть разные то есть одна нота будет слишком громкой другая велосипед будет поменьше и так далее здесь опять же здесь велосипед плюс-минус на одном уровне потому что бочка оригинальная аудио но довольно таки тоже выровненная по уровню и здесь есть нас вариант mode replacement то есть когда мы заменяем полностью звук исходный то есть он удалится останется только у нас вот эта midi партия либо даблинг я советую всегда даблинг сделать чтобы подмешивать к исходному звуку бочки либо потом всегда можно исходный звук убрать поэтому я оставляю режим даблинг можно также послушать превью как это звучит триггер нот авто либо можно выбрать конкретную но то есть у вас например какой-нибудь сторонний инструмент на котором у вас бочка выбрана не на c1 а на какую-нибудь другую клавишу вы можете здесь ее выбрать сразу timing offset это тоже связано скорее всего с сэмплом которым вы хотите триггировать вашу бочку то есть ваша бочка например играет ровно а сэмпл которым вы заменяете у него там есть например какой-нибудь зазор по времени и вы слышите что звучит не очень как-то слитно и можно вот здесь timing чуть построить но я советую оставить без не тронутым все теперь я нажимаю ok и у меня генерируется собственно бочка в можно и послушать и здесь слева в библиотеке вот здесь нажав xs 24 я могу для этой бочки попробовать разные варианты то есть из моей исходной я получил вот такую бочку которая идеально ровно совпадает с оригиналом опять же эта бочка у меня была выровнена по сетке но если это было бы сыграно живьем и она была бы ну естественно сыграна с человеческим ощущением с неровностями то эти же самые неровности будут переданы в меди что очень удобно то есть вы можете абсолютно живую бочку к ней подмешать какой-то сэмпл и усилить звучание живой барабан установки за счет вот дополнительных сэмплов при этом сохранив живость по таймингу и по велосипеду селось если оставить нетронутым как он ее распознает ну конечно можно какие-то ноты подправить по велосипеду можно оставить у вас эта живость а сохранится но при этом плотность звука увеличится за счет того чтобы подмешивать профессиональный качественный сэмпл к вашей записанной барабанной установки это очень часто спасает от не самых качественных записей барабанов а барабаны записать очень сложно бывает чуть-чуть ошибся с расположением микрофона и уже звук бочки или с нейра не подходит под конкретную композицию под конкретную задачу вот то же самое в принципе делается и для с ней роток выбираете присед с ней вот здесь то есть и вас генерируется ноты c2 по умолчанию в общем сильно тут не с чем не с чем запутаться тут все легко просто попробуйте один раз кстати здесь прям сразу можно в реальном времени выбирать разные бочки их по вправе в предпрослушивание послушать если с нейр этого соответственно здесь будут с нейры здесь есть акустические так электронные сразу скажу что здесь выбираются именно встроенный то есть вас автоматически загружается xs24 на новый этот инструмент с триггером барабанов и вы можете выбрать только из того что встроена в logic но потом всегда можно после того как вы нажали ok взять и заменить например xs24 на тот же контакт например или easy drummer например или addictive drums любые другие сторонние барабаны и поставить свой звук своих сэмпл барабанов или например использовать батаре 4 и туда загрузить тоже свои сэмплы ну то есть дальше уже фантазия вам подскажет что делать возможности не ограничено самое главное что вы получаете абсолютно точный слепок меди по времени и по велосити то есть вы получаете этот слепок живой игры и дальше с ним можете уже делать внутри секвенсора что угодно очень удобно очень классная функция советую вам ей обязательно пользоваться